Мы сделали приложение, мы даже сделали базу данных в Монго Атласе, и теперь нам нужно подключить это приложение к базе данных. Для того, чтобы это все заработало, я буду использовать пакет Mongoose, его можно найти легко, если вы напишите просто в поиске npm-mongoose, перейдете на его официальную страницу, и также вы увидите здесь, что его используют более чем миллион загрузок в неделю. Его скачивают больше чем миллион раз в неделю. Текущая версия пятая, она давно уже пятая версия, но даже если будет шестая, то ничего нового там кардинального не появится. Потому что это все зависит от самой базы данных Монго. Чтобы установить Mongoose, вы должны выполнить команду npm install mongoose. npm install mongoose. Я ее уже сделал. После того, как вы это сделаете, у вас в пакет.json появится новая строчка mongoose. Что будем делать дальше? Дальше в файле index.js я создам еще одну строчку использования другого файла, в котором будет находиться подключение. Другими словами, я создам файл, в котором будет код, ответственный за подключение к базе данных. И потом вызову этот код вот здесь, вот в этом месте. Давайте начнем с создания файла. Файл я назову dbConnection. dbConnection. Вот он создался. Внутри этого файла будет функция, тоже называться dbConnection. Опишу ее. Function. dbConnection. Вот функция есть. Теперь ее отсюда экспортирую. Но только мы экспортируем ее, учитывая, что у нас, что мы не можем пользоваться импортом и экспортом, потому что бабеля у нас нет. Мы будем использовать предыдущий стандарт, точнее стандарт по умолчанию. Модуль точка экспорт, потом я пишу равно, dbConnection, но мы экспортируем не вызванную функцию, а просто эту функцию. Теперь dbConnection можно импортировать в индексе, вот в этом месте. Вставляю сюда dbConnection, можно даже подвести правой кнопкой и сделать импорт этого файла сюда, подключить его. Я называю его импорт, несмотря на то, что здесь нет слова импорт, но вы все тоже понимаете, что мы его сюда импортируем. Теперь в dbConnection нам нужно сделать подключение к базе данных, используя мангус. Используя мангус, значит его нужно импортировать. const. Мангус равно require. Откуда мы его берем? Пакет называется тоже мангус. Мангус из мангуса. В мангусе есть метод connect, я буду его тоже использовать. mongoose.connect, откуда я это знал? Я это посмотрел в документации, но я это использовал много раз, поэтому запомнил. Если вы будете использовать его много раз, то тоже запомните. Что принимает mongoose.connect? mongoose.connect принимает два аргумента, это строка подключения, connectionString и объект option. Опция для того, чтобы подключиться, которую мы будем использовать при подключении. ConnectionString. Давайте сделаем эту переменную. const.connectionString. Равняется как пустая строка, также напишем const.options. const.options равняется пустой объект. Значит, connectionString пойдет сюда, options пойдет следом. Готово. Откуда взять connectionString? А вот отсюда. Вот эта строка, это и есть строка подключения. Я сейчас закрою пока mongo-компас. И чтобы проверить, как это будет работать, я открою еще раз mongo-компас для чистоты эксперимента, чтобы вы видели, как это работает. Я открываю mongo-компас, скопировал эту строку подключения, пишу ее теперь сюда, нажимаю connect. И если эта строчка валидная, значит мы увидим рабочее подключение. Если что-то в этой строке не так, неправильный пароль, неправильный админ, неправильная база данных или какие-то еще другие части, то connection не произойдет. Здесь строка рабочая, поэтому я использую ее теперь здесь. ConnectionString. Откуда берутся options? А options я возьму прямо отсюда. Вот эти пару строчек я буду использовать тоже как options. Вы можете пока не вдаваться в детали, какие options, для чего они нужны. Просто сделайте это, и это должно сработать. Если вы написали этот код, перезагрузился сервер, и он говорит, что все хорошо, можно даже еще раз проверить. Запускаю. А, то все хорошо. Значит, что действительно все хорошо. Если вдруг мы бы написали бы что-то неправильно, ну, давай я попробую написать неправильную букву, и посмотрим, что происходит. В этом случае он выбрасывает ошибку и говорит, что не удалось подключиться. Не удалось подключиться, решайте проблему. Возвращаю все назад, нажимаю save. Все хорошо. Можно было ограничиться этим, но я хочу добавить еще несколько вариаций, которые бы мне говорили, что connection произошел успешно, либо там произошла какая-то ошибка, и говорил какая-то ошибка. Хочу их отлавливать. Либо, чтобы ясно получать сообщение о том, что connect произошел, либо connect не произошел. Mongoose connect возвращает promise. Могу теперь использовать здесь zen, и могу использовать catch. В zen, если все пройдет хорошо, то давай я напишу здесь amongo connection ok. И если все прошло не очень хорошо, то я буду получать здесь ошибку. И в конце лог буду выводить эту ошибку. Точно так же, как это все произошло вот здесь. После перезагрузки, после автоматической перезагрузки сервера, я вижу в консоли сообщение о том, что mongo connection ok, значит все нормально. Если вдруг что-то пойдет не так, давай я попробую еще раз, просто какую-то букву изменю. И он уже сюда вынводит это сообщение, которое делается нам этим куском кода. Прекрасно. Повторите это. Если у вас все заработает, значит вы правильно подключились к базе данных. В последующих занятиях я расскажу, каким образом мы можем избежать хранения паролей, логинов, еще каких-то чувствительных данных в коде. Мы их будем выносить потом в переменное окружение, но это сделаем потом. Потом-потом, когда будем заниматься оптимизацией. На следующих занятиях мы будем уже записывать в базу данных наши канбаны, канбаны. И не будем использовать память сервера для того, чтобы хранить их там.